Украинские правоохранители продолжают охоту на оборотни в погонах. Коррупционеров задерживают по несколько человек в день. Только за двое суток на взятки поймали двух милиционеров, следователя СБУ и прокурора. Попались и сотрудники ГАИ. В результате совместной операции службы безопасности, милиции и прокуратуры в Киеве задержали начальника одного из МРЭО и его заместителя. Чиновников подозревают в систематическом получении средств от подчиненных и владельцев автомобилей за выдачу ВИП-номеров и ускорение регистрации. На одном из таких случаев они и погорели. «Установлено, что служебные лица указанного центра получили через посредника гражданское лицо, денежные средства в сумме 23 тысяч гривен за ускорение процедуры регистрации транспортного средства, а также выдачу элитного государственного номерного знака». В то же время задержанием руководителей дело не ограничится. В руки правоохранителей уже попал посредник, который передавал деньги. В общем же, преступная схема значительно шире и тянется в главное управление столичной ГАИ. Всех деталей правоохранителей пока не раскрывают, но СБУ уже сообщило, задержан руководитель еще одного регистрационного отдела. Кроме того, обыски провели в Центре предоставления услуг на улице Новоконстантиновской, а также в помещении госавтоинспекции Киева. В милиции же добавляют, должностных лиц управления также уличили во взяточничестве. Правоохранители отмечают, речь идет не о единичных случаях коррупции, а о налаженной преступной схеме, которая действует не первый день. Конечно, нельзя утверждать, что все сотрудники МРЭО – взяточники, но в обществе за ними закрепилась именно такая слава. И, к сожалению, никакими громкими задержаниями и даже кадровыми изменениями проблемы не решить. Надо ломать всю систему. Нет нормального механизма, который бы можно было легко воплотить в жизнь. Просто-напросто. Сделайте эту услугу, взяточься просто платную. Я готов заплатить деньги, но официально. Сделайте окошечко, без очередей, но в два раза дороже стоимость. Я пошел бы в это окошко, заплатил бы те же самые деньги. В то же время в Верховной Раде решили действовать несколько иначе и вообще избавиться от МРЭО. Народные избранники уже проголосовали в первом чтении за создание так называемых сервисных центров МВД. Именно они в будущем должны выдавать водительские удостоверения и справки, регистрировать машины и оружие. Но изменятся ли вместе с местом порядки, присущие регистрационным отделам ГАИ? Это зависит только от дальновидности депутатов. Ведь если процесс обслуживания клиентов не сделают максимально прозрачным, борьба с коррупцией может так и остаться сизифовым трудом.